Жизнь после Битлз. 50 лет назад Пол Маккартни выпустил свой первый сольный альбом. Поклонники неоднозначно отнеслись к композиции. Одни сочли их лишь подобием хитов Ливерпульской четверки, другие наоборот оценили домашнюю теплоту песен. Роман Пашенцев продолжит. Яичница, я люблю тебя! Примерно такие строчки пришли в голову Полу Маккартни, когда ему во сне приснилась мелодия будущего суперхита Yes Today. Ни он, ни Джон Леннон тогда и подумать не могли, что именно Yes Today посчитают композиции 20-го столетия. Но что самое интересное, Пол Маккартни до сих пор пытается себе вернуть авторские права на Yes Today, которые почему-то достались другим. Вчера и сегодня человек-легенда, сэр Пол Маккартни поет песни, которые изменили мир. Их ливерпульская четверка распалась 50 лет назад, а он до сих пор зажигает на сцене. Кажется, он и есть правоприемник славы Битлз, а в 70-м, когда Маккартни ушел из группы, ему пришлось все делать с нуля. И главное, конкурировать с самим собой и с Джоном Ленноном. В Битлз все-таки он хотел, но не мог играть абсолютно первую скрипку. Там был все-таки Джон Леннон, который, по сути, и не позволил ему. Накануне распада группы их издатель заключил сделку. Перепродал права на все песни Битлз, лишив Леннона и Маккартни авторства. Птицы, которые несли золотые яйца, оказались в клетке. К тому времени у самих Битлз уже накопились взаимные претензии друг к другу. Им стало тесно вместе. Для меня очевидно то, что Битлз не смогут собраться снова вместе. Никогда. Поскольку Джон умер. Еще одно потрясение для Битломанов – убийство Джона Леннона в 80-м году. Оно сильно повлияло и на Пола Маккартни. Он стал бояться публичных выступлений, замкнулся в себе. В том же году его едва не посадили в тюрьму за провоз наркотиков. Из депрессии его вытащила Линда, поклонница, ставшая женой. Именно она подарила полукрылья – Wings, название новой группы Маккартни и надежду на возрождение. Гений, он и есть гений. И Маккартни продолжает творить. И даже сейчас, в период карантина, фанаты верят в то, что он находится где-то на острове, возможно, а может быть в каком-то другом безопасном месте, и записывает новый альбом. Его старые песни, то есть права на них, долгие годы перекупались. Но даже небольшая доля прибыли от их исполнения сделала Пола Маккартни самым богатым музыкантом планеты. Через пять лет, по закону США, все его авторское наследие в Битлз наконец вернется ему. Сэр Пол ждет этого уже полвека. Роман Парженцев, Святослав Савенков, МИР24 Савенков, Лreamps, Святослав Савенков, МИР24